271 день войны ознаменовался такой чередой скандалов, которые идут один за другим буквально. Продолжается скандал с освобождением директора больницы Шифа, главного госпиталя ГАЗа. До сих пор непонятно, кто же его освободил. Кроме этого, наметился такой серьезный скандал, серьезное противоречие между военным и политическим руководством. Как пишет New York Times, военные хотят свернуть операцию, потому что не видят ее перспектив. Я имею ввиду операцию в ГАЗе. Кроме того, арестован израильский военный солдат, демобилизованный солдат, который 7 октября убил на юге террориста во время прорыва Хамаса на израильскую территорию. Теперь его вроде как обвиняют в умышленном убийстве. Хизбалла выступила с неожиданным заявлением о том, что готова прекратить огонь без всяких предварительных условий, вообще без всяких условий. И Франческо Альбанезе, такой спецдокладчик ООН, ярый такой идейный противник Израиля, попалась на взятки в 20 тысяч долларов. Об этих и других новостях я вам сейчас расскажу в очередной сводке. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер. Поддерживайте, пожалуйста, мои видео, помогайте мне их распространять. Это очень несложно. Простые действия, лайк, подписка, комментарии оставляйте обязательно, включайте уведомления. Это тоже все помогает продвигать видео. Можно помочь каналу финансово, задонатить на его регулярную, устойчивую, успешную работу. Кнопка супер, спасибо. Две платформы, Бусти и Патреон. Ссылки на них находятся в описании. Можно стать спонсором канала на Ютубе. Все это важно, все это нужно. Огромное спасибо всем, кто это делает. Ну, начнем, собственно, со скандалов. С освобождением директора больницы Шифа дошло дело уже до госконтролера. Это вот главный проверяющий в стране, который, в общем, просит провести, должен, точнее, оценить необходимость расследования. Как вообще получилось, что этого человека, Абу Салми, его зовут, который был таким символом террора, в том числе имел воинское звание в военной структуре, в военной иерархии Хамаса, руководил больницей, которые использовались одновременно как штаб, как прикрытие для бункера главного боевиков, как тюрьма для заложников, как пыточный центр, как убежище для боевиков в том числе. Вот он был арестован, и после этого вот сейчас он был освобожден, потому что по спискам он проходил как менее опасный. Ну, есть у них разные категории, есть там высокая степень опасности, там средняя, маленькая и так далее. Вот он как менее опасный проходил, его почему-то освободили. Он тут же начал раздавать там направо-налево интервью о том, как их там всех пытали и не кормили, и бог знает там, что с ним еще творили в этом центре временного содержания задержанных. Как считают многие эксперты, это такая своего рода операция прикрытия. То есть ему, он что-то такое сообщил Шабаку, нашей службе безопасности, что-то им такое слил, либо там его завербовали и так далее, и теперь вот он изображает из себя борца с оккупацией, чтобы к нему не было претензий. Со стороны Хамаса, по идее, вот сейчас его грохнуть за то, что он там якобы согласился сотрудничать, тоже это признать, во-первых, во-вторых, он вот вышел на свободу, вроде как, надавал интервью, тут же его ликвидировали, тоже выглядело бы странно. В общем, история не очень понятная и непонятно до сих пор, кто же принял это решение. Вроде как кто-то из высокопоставленных чинов Шабака подписал это распоряжение, но по идее это распоряжение все равно должно было пройти через армию или через службу тюрем. Служба тюрем подчиняется Министерству национальной безопасности, и вот эта вот громоздкая структура, которая принимает решение, где-то там в середине потерялось что-то, из-за чего его, собственно, и освободили, если не релевантная версия про то, что его завербовали. Короче говоря, скандал все еще продолжается и не утихает, и вот на его фоне вспыхивает новый скандал, куда более серьезный. Нью-Йорк Таймс написала о том, что военное руководство Израиля ищет способы, имеется в виду генерал и генеральный штаб, свернуть этот конфликт, свернуть операцию в Газе, потому что военные не видят перспектив в этой операции. Авторы этой статьи, в среде авторов этой статьи, в частности, Ронен Бергман, это такой израильский очень известный журналист, автор множества книг об истории разведки, об истории тайных операций. Его книга «Восстань и убей первым» стала таким настоящим бестселлером. Мне с ним приходилось когда-то общаться, такой очень компетентный человек. Вот авторы ссылаются на интервью с шестью действующими и бывшими, высшими должностными лицами системы безопасности страны. Есть у нас такое понятие «система безопасности». Маарехет Бетахон на иврите. Туда входит армия, шабак, военная разведка, МОСАД, ну, в общем, все как бы спецслужбы и вся военная структура входят вот в эту систему, она функционирует по идее, по идее, как единый организм. И часть из вот этих шести человек, из этих источников, это генералы форума генерального штаба. Есть такой вот у них типа, как бы это так, поточнее сформулировать, такой совет старейшин, грубо говоря, при генеральном штабе, куда входит порядка 30 генералов, бывших и действующих, которые много-много лет служили в армии, обладают очень большим опытом и так далее. И вот они там иногда обсуждают всяческие решения и всяческие события для того, чтобы вынести свое такое вот экспертное мнение. И туда входит, в частности, и Герц и Олеви. Это начальник генерального штаба. Но в статье не указывается, кто эти люди, кто эти шесть источников. Но, разумеется, имя хранится в редакции, вот как принято в таких случаях говорить. Так вот, авторы пишут, что отношение военных к прекращению огня отражает значительный сдвиг в их мышлении за последние месяцы, поскольку стало еще более очевидным, что Нетаньягу отказывается четко сформулировать или принять план на послевоенный период. Отсутствие решения по послевоенному устройству газы, по сути, создало вакуум власти в анклаве, то, о чем я много раз говорил, который заставляет военных возвращаться и сражаться в тех частях анклава, которые они уже освободили от боевиков Хамас. Конец цитаты. И вот, по мнению авторов этой статьи, Нетаньягу боится прекращения огня, потому что оно поставит под угрозу развала правительственную коалицию. Это, конечно, все произвело эффект такой разорвавшейся бомбы буквально, то есть генералы не хотят воевать, генералы хотят свернуть операцию. Но генералы такое решение самостоятельно принять не могут. Как и не могут они в сущности саботировать, просто приказать войскам там не воевать. Это тоже невозможно. Политики принимают решение, генералы его исполняют, но генералы, находясь в действующей армии, находясь в полях в том числе, лучше себе представляют ситуацию. Что там на местах? В этой статье, кстати, пишут о том, что у армии проблемы с запчастями, с боеприпасами. Наблюдается очевидная усталость личного состава, постоянная ротация резервистов. Некоторых призывали уже по 4 раза, некоторые уже там свыше 150 дней даже провели в армии. И, короче говоря, тяжелая ситуация. А конца края-то как раз этому пока не видно. Несмотря на то, что Герцель Олевец сказал, что сражение в Рафиахе подходит к концу, там порядка тысячи террористов уничтожены. Очень сильно разрушена инфраструктура террора. В той же Саджае, это район города Газа, куда опять вернулись военные, там тоже у боевиков большие потери и так далее. Но в целом это все вот ходит по кругу, по какому-то. И, как пишут авторы статьи в New York Times, генералы хотят эту историю сворачивать, потому что иначе можно увязнуть во всем этом деле надолго, по их мнению. Все это отражает большие противоречия между военным и политическим руководством Израиля. И все это вот возвращает нас все время к мысли о том, что нужно какое-то политическое решение о послевоенном устройстве Газа. Пока никаких принципиальных решений не принято. Все обсуждается на уровне идей и каких-то таких сырых, неоформленных планов, но принципиально решение не принято. Что мы будем делать? Оккупируем мы сектор Газа снова, или передаем его палестинской автономии, или еще что-то делаем. Привлекаем какую-то третью силу, но поиски этой третьей силы особо-то не идут. И в результате вот война без конца получается у нас такая своего рода. И все это порождает вот такие истории, если верить газете New York Times, но наличие в соавторах этой статьи Ронена Бергмана, еще раз повторю, человека очень-очень авторитетного в журналистском мире, она все-таки подчеркивает, что эта история более чем серьезная. Нетаньягу отреагировал на эту статью, и он сказал буквально следующее. Сегодня анонимные источники сообщили New York Times, ну сегодня это в смысле вчера, что Израиль готов прекратить войну, не достигнув своих целей. Неизвестно, кто эти источники, хотя я полагаю, он прекрасно это знает. Но я хочу однозначно заявить, этого не произойдет. Мы завершим войну только после достижения всех целей, включая уничтожение Хамаса и освобождение всех заложников. Политическое руководство определило эти задачи для Цахала. Цахал располагает всеми необходимыми средствами для их выполнения. Мы не поддадимся пораженческим настроениям, ни New York Times, ни где-либо еще. Мы полны решимости победить. В принципе, он договорил полгода назад, и его знаменитое выражение, что мы от победы на расстоянии вытянутой руки, прозвучало еще примерно эдак зимой. Но что так пока победы-то не просматривается, потому что, еще раз повторяю, победа над Хамасом это не военная победа. Военную победу мы уже фактически одержали. Военное крыло Хамаса понесло очень тяжелые потери. Оно разгромлено, оно утратило свой боевой потенциал на, не знаю, процентов, наверное, на 80, если не больше. Тут дальше переходит дело в политическую плоскость, в которую армия уже особо-то вмешиваться не может. Но еще раз повторю, принципиального решения нет. Ничего не понятно, кто будет управлять газой, кто будет ее администрировать. Заложники не освобождены. Никто из лидеров террористов. Фильхия Синвар, Мохаммед Дев, Мохаммед Синвар, это младший брат Синвара там, и так далее, они не уничтожены. Они находятся в газе, они по-прежнему вот находятся, скажем, ну не то, что в безопасности, но до них военные никак добраться пока не могут. Впрочем, давно ходили слухи о том, что военные знают, где они находятся, но из-за живого щита из заложников они не могут ничего там сделать, ни ворваться в этот бункер, ни его разбомбить, не рискуя погубить заложников. В общем, ситуация такая какая-то очень странная, и вот эти вот скандалы, вот эти публичные разборки между министрами, публичные разборки между министрами и военными, они все не добавляют как бы оптимизма и мотивации. На этом же фоне появилось сообщение о том, что Герци Олеви, это глава Генштаба, досрочно подаст в отставку, он должен объявить об этом в течение буквально вот недели-двух, но он при этом продолжит исполнять свои обязанности до выбора нового начальника Генштаба. Я тут не очень понимаю, как это работает, зачем подавать в отставку, если ты все равно будешь исполнять свои обязанности, отразится ли это на его полномочиях, армейская структура такая достаточно закрытая, достаточно такая забюрократизированная очень, и как это отразится, трудно сказать, но к чести генерала Олеви, он давно уже говорил, буквально в первые дни, что я, вот он в смысле, несу ответственность за то, что произошло. Мы не справились, мы провалились, и мы вот пытаемся сейчас это все дело исправить. Герци Олеви, и как я это себе представляю, как я считаю, один из тех людей, которые несут прямую ответственность за события 7 октября. Повторю еще раз свою мысль, я ее очень часто повторяю, но повторю еще раз. Если бы в 4 часа утра 7 октября, после совещания в генеральном штабе, Герци Олеви снял трубку, позвонил бы генералу, Финкельману, командующему Южным военным округом, и скомандовал бы округу боевую тревогу, то все пошло бы совершенно по-другому. Но он этого не сделал. Каковой должна быть его ответственность, вообще мера его ответственности, это сложно пока сказать, вот с юридической точки зрения, да, но, во-первых, должна быть создана государственная комиссия по расследованию, которая должна быть независимой, возглавлят человеком, которую должен возглавлять человек, который не имеет отношения, там, ни к политике, ни к военным, как правило, это отставной судья Верховного суда, и которая должна разобраться, какова степень и мера ответственности каждого человека на своем посту. От премьер-министра до, там, не знаю, командира дивизии газа, например, или командира какого-нибудь отдельного батальона, который потерял ключи от оружейки, и батальон 12 часов стоял возле оружейки, и не мог получить оружие, чтобы выехать на юг и воевать с террористами. Вот все вот это должно быть разобрано. Комиссия эта сроков никому не выписывает. Это важный момент. Комиссия делает выводы, на каком этапе был провал, кто виноват в этом провале, что нужно исправить, и так далее. По итогам деятельности комиссии могут быть возбуждены уголовные дела. Но я, честно сказать, не знаю, какое обвинение, например, генералу Олеве можно в данном случае предъявить. В том, что он облажался, но это как-то нет такой статьи в уголовном кодексе. В халатности, но возможно, ну трудно вот тут будет это дело в суде доказать, что значит халатность. Вот он принял такое решение, оно не сработало. То, к чему это привело, это уже как бы другой разговор, но как минимум эти люди все должны покинуть свои посты. Вообще нужна, скажем, не очень популярное ни слова, но люстрация военного и политического руководства Израиля. Потому что в военном и политическом руководстве Израиля какой-то паралич принятия решений. Буквально вот наступил. И с этим нужно что-то делать. Иначе мы вот так вот чередуя скандалы с расследованиями, разборки, с провалами доедем до очередного 7 октября. Ну и то, о чем я упоминал в начале, арестован демобилизованный военнослужащий, который по мнению следствия убил террориста 7 октября. Это все грянуло вообще как гром среди ясного неба. Это опубликовали там различные медиа, в частности, вот Кеша, 12 канал, это сайт Мака опубликовал у себя это сообщение. Там было даже что-то вроде стенограммы такой допроса, первичного допроса, когда солдата вот привозят, ну в смысле арестованного привозят. И следователь ему поясняет, в чем суть вообще обвинений. Говорит, что в полевых условиях подозреваемый устроил допрос боевику, после чего убил его выстрелом в голову. Подозреваемый, вот парень, говорит о том, что услышав об атаке террориста 7 октября, он вместе с товарищами поехал к границе с газой, где военные, там полицейские уже вели бои с террористами, он к ним присоединился, воевал, там мы ликвидировали там несколько боевиков. И что боевика этого он не убил специально, а вот ликвидировал в бою. Фактически парню сейчас могут предъявить умышленное убийство. Если это произойдет, там конечно нужно разбираться, как было дело. Мы не знаем пока обстоятельств. На все это дело наложен запрет военной цензуры, потому что тут же поудаляли все эти сообщения с сайтов из 12 канала ИМАКа и так далее. Но если это произойдет, это окажет сильнейшее такое демотивирующее воздействие на военных. Ну как так-то? Если сначала запрещают ликвидировать участников резни 7 октября, если они не имеют отношения к Хамасу или исламскому джихаду. Если это гражданский, если гражданский проник на территорию Израиля, кого-то изнасиловал, убил, ограбил, угнал в плен заложников, его нельзя уничтожать. Он преступник, его нужно арестовать, привезти в суд, и суд, значит, будет там решать его судьбу. Бред какой-то на самом деле. И вот, если это дело этого солдата получит вот такое развитие, это будет просто вот как обухом по голове военным, буквально. Но мы пока не знаем всех обстоятельств. Сейчас вот в данный момент, вот сейчас, пока я записываю это видео, в суде слушается вопрос о продлении его ареста. Ну, там, я не помню точно, то ли 24, то ли 48 часов можно держать человека без предъявления обвинений. Потом нужно его доставить в суд, и суд решает оставить его в СИЗО, или там под домашний арест, или вообще отпустить до судебного разбирательства. Вот это сейчас в данный момент в суде происходит, но не очень понятно, еще раз говорю, мы мало пока знаем информации, но это вызвало уже такую дикую абсолютно волну, и скандал, и вообще, ну, естественно, там, политики в это дело тут же вмешались. Короче, история какая-то дурно пахнущая, но давайте подождем подробностей, потому что они будут опубликованы непременно, и тогда я вам их расскажу, и тогда попробуем разобраться, что же там на самом деле произошло. Кроме этого, Израиль возобновляет электроснабжение газа. Сейчас там ремонтируют линии электропередач, будет подано электричество от израильских электросетей, от израильской электрической компании Хеврат Хашмаль, оно поступит в газу, но, как утверждают военные, только на опреснительные установки, которые должны делать воду чистую и подавать ее, соответственно, в газу, потому что есть угрозы эпидемии, болезни, там, дизентерия, холера, не знаю, там, тиф, чума и все такое, а поскольку болезни они национальности и границ не признают, то все это может перекинуться в Израиль в том числе, поэтому, собственно, принято решение подать туда электроснабжение. Все это идет, естественно, в разрез с заявлениями политиков, вот это важный момент, когда началась война, различные люди в диапазоне там от премьер-министра и министра обороны до там различных военных и так далее, говорили о том, что больше газа не получат от Израиля ни капли воды, ни крошки еды, ни одного киловатта электричества. Все, отделяемся. Через неделю после этого заявления воду в газу дали, продовольствие туда поступает в каких-то немыслимых абсолютно количествах, да, только за июнь пять тысяч грузовиков, как я вчера рассказывал, топливо туда завезли за пять месяцев девять тысяч тонн, в том числе топливо, причем большая часть этого топлива досталась Хамасу, естественно, для его генераторов, которые питают там, скажем, вентиляторы в туннелях, и вот сейчас даем уже напрямую электричество. Большой вопрос, кто его будет оплачивать, может быть, я в том числе, да, может вы все там, кто живет в Израиле, будем его оплачивать, и все это будет заложено стоить, может какие-то международные структуры, тут пока не очень понятно, правда, в армии заявляют, что будут бороться с пиратскими подключениями, линии электропередач кинул на нее такой хвост, да, я еще по России помню, как это делалось, и можно это электричество там брать, забирать, воровать и так далее, и тому подобное, но проблема не в том, что мы даем электричество в газу, проблема в том, что были все эти заявления абсолютно безответственные, пустозвонские совершенно, которые потом послужили чуть ли не главным основанием для ИСК-ЮАР в Международный Уголовный Суд, вот смотрите, они обещают там оставить людей без света, без воды, без еды, это говорят люди, принимающие решения, значит это предварительный сговор, значит это геноцид, ну предварительный сговор является одним из важнейших таких признаков геноцида, потому что нужно было взвешивать, понимаешь, что все это было на эмоциях, там вот, там все понятно, спору нет, но люди, которые принимают решения, люди, которые ставят подписи под важнейшими государственными документами, должны за своими словами следить, должны фильтровать это все дело, но это вообще не про наших, не политиков, не про нас в принципе, но таким образом мы сами дали основания обвинять себя в том, чего мы не делали, кстати, потому что весь ИСК-ЮАР, он построен там на абсолютных песке и воде, и главное основание, еще раз говорю, это вот эти дурацкие высказывания, и сейчас, давая электричество, и давая воду, и давая все остальное, мы фактически делаем, по сути, явку с повинной, да, мы им отрезали, потом мы им снова дали, и все, вот, в общем, есть такая штука, называется последовательность, очень такая хорошая и важная вещь во всех областях жизни, и это вообще не про наших политиков, в принципе, я сейчас имею ввиду политиков, в принципе, всех, не только действующих, но и вот вообще, в принципе, политическую систему Израиля, как таковую. Ну, сейчас перенесемся на север, там есть такой центр Альма, я его как-то упоминал, но я довольно часто ссылаюсь, который изучает ситуацию в зоне конфликтов, в том числе, так вот, в Альме посчитали, вот карта, которую они опубликовали, на этой карте видно зоны обстрелов, и из этой карты следует, что 97% обстрелов Хизбаллы приходится на зону до 5 километров вглубь территории Израиля, то есть 97% боеприпасов прилетает вот в эту 5-километровую зону от границы и 5 километров вглубь. Ну, дальше там это все начинает, там, в геометрической прогрессии снижаться и так далее, но в чем суть-то, что дает эта статистика, какой из нее можно сделать вывод, что если реально отодвинуть Хизбаллу на 10 километров за реку Литани, то 97% обстрелов могут снизиться, то есть 5 километров от границы, отодвигаем их на 10 километров и таким образом, соответственно, резко снижаем, не резко, драматически снижаем интенсивность обстрелов. Понимаешь, что останутся дальнобойные ракеты, останутся беспилотники, но обстрелы неуправляемыми ракетами малой дальности и минометными снарядами, которые более всего, от которых больше всего достается приграничным поселениям, они драматически снизятся. Тогда уже можно будет вести речь о подсчете ущерба, о частичном возвращении жителей, о восстановлении севера и так далее. Пока вот в этой 5 километровой зоне там все смерть полнейшая, там совершенно невозможно находиться. Именно из-за того, что 97% боеприпасов прилетает туда. Немецкий таблоид Бильд опубликовал какое-то очередное сообщение о том, что война Израиля и Хизбаллы начнется через 2 недели. Откуда они это знают, непонятно совершенно. Все это чушь собачья. Никто никому никакие даты сообщать не будет, ноты посылать не будет, иду на вы говорить не будет, а просто вот по факту бах, и начнется война в какой-то момент. Но в Хизбалле, по всей видимости, вдруг, ну не вдруг, я так полагаю, но сообразили о том, что вообще, вот чем им это все грозит. Понятно, что Хизбалла, это прежде всего, если убрать там оттуда террористическую составляющую, то есть 99%, но это все-таки ливанцы, не иранцы, а ливанцы. Иран далеко, а Ливан-то вот он, и от Ливана ничего не останется. И поэтому в Хизбалле поспешили, так сказать, обставиться и подстраховаться, и Наим Касем, такой заместитель генерального секретаря этой организации, Хасан Анасрал, сказал буквально следующее, что как только в Газе прекратится война, мы прекращаем огонь без всяких условий. Просто прекращаем по факту. Раньше условия были, там и спорные участки территории, там и израильская армия должна отойти от границы, там и Хизбалла останется в Южном Ливане, и бог знает еще какие-то там были условия, а и международные гарантии и так далее. Сейчас все, никаких условий, вот только прекращаете в Газе, и мы сразу отходим. Но при этом в арабской прессе появились такие сообщения, о том, что Иран дал четко понять Хизбалле, там даже приводится цитата, в которой говорится следующее, что жители оккупированного севера, это так они называют наш израильский север, не должны вернуться в свои дома, даже под угрозой большой войны. То есть Иран давит на Хизбаллу, не снижать градус эскалации, и не давать Израилю восстановить контроль над севером. То есть все-таки вероятность большой войны остается. Потоком там сейчас на север идет оружие, как к Хизбалле, кстати, из Ирана, через этот Букамаль, это иракско-сирийская граница, там есть такой погранпереход, они там перевозят грузовики и через Сирию везут это в Ливан. Так и у нас тоже идет переброска сейчас войск, техники и боеприпасов на север, потому что понятно, что в Газе уже там масштабные боевые действия, это фактически завершились, то есть идут там больше рейдовые действия, а вот на севере уж там, если начнется, то все будет очень и очень серьезно. Ну и про Франческу Альбанезе есть такая дама в ООН, которая вот прям антиизраильская, да не знаю, до костного мозга буквально, уже не знаю, что ее Израиль сделал, я знаю только, что у нее муж палестинец, может у нее даже есть статус, кстати, беженца палестинского, хотя она никакого отношения к палестинцам не имеет, но у них там все дела семейные, она спецдокладчик ООН по нарушениям на палестинских территориях, ну то есть по геноциду, короче, Израиля против палестинцев, вот прославилась она в свое время там целым рядом таких цитат, поразительных совершенно, например, Америка порабощена еврейским лобби, нападение 7 октября, это невеличайшая антисемитская резня 21 века, ответ на израильское угнетение Палестины, ну и вот в таком вот духе, так вот она была в поездке в Австралии и в Новой Зеландии, не очень понятно, что спецдокладчику ООН делать в Австралии и Новой Зеландии, если она по палестинским территориям, ну это не важно, имеет право, но оплатил эту поездку фонд, катарский фонд, который финансирует Хамас в том числе, 20 тысяч долларов потратили они на эту поездку, и она это не отразила в своей финансовой отчетности, что можно в общем трактовать как взятку буквально, и вот сейчас по этому поводу там пошла большая волна, заговорили о возбуждении уголовного дела, понятно, что пока Гутерриш, генеральный секретарь ООН, никакого там расследования, никаких вообще мер против Франчески Альбанезы предпринято не будет, но сам факт говорит о том, что вся вот эта пылкая такая антисемитская и антиизраильская риторика просто стоит денег, их пошло купили, как говорил герой известного фильма, тебя пошло купили, причем за американский доллар, за ненавистный империалистический доллар, вот это плюс-минус отражает историю с тем, насколько вообще идейны эти люди, они конечно идейны, но деньги любят ничуть не меньше, спасибо, что смотрите мои видео, не забывайте их пожалуйста поддерживать, давайте увидимся с вами завтра, в ближайшее время напишем, когда будет стрим очередной, и приходите на этот стрим, там пообщаемся, как обычно, еще раз спасибо, всем пока.